Вопросы, беспокоящие сегодня жителей района, которые сами его называют заречным, касаются транспортного обеспечения, благоустройства прогулочных зон, сооружения детских и спортивных площадок, работы коммунальных служб. Микрорайон растет, количество жителей увеличивается. В этой связи люди обратились с просьбой главе города обеспечить маршрут общественного транспорта, который в том числе будет возить детей в школу. Ближайший находится в микрорайоне Блиново. К слову, раньше на улице Голубую ходил 55-й автобус, но его давно отменили. Анатолий Пахомов дал поручение управлению транспорта проработать вопрос общественного маршрута. А если он окажется нерентабельным, сделать обязательно рейс для школьников. Полностью разобраться в плане, сколько деток, какое количество, школу какую, 22-ю ходят. Значит, нужно будет посмотреть внимательно, и если будет действительно это не пешеходная доступность, поэтому нужно действительно автобус туда запускать. Дорожная сеть микрорайона на некоторых участках требует ремонта. Так, в районе улицы Красная Горка и переулка Саратовского, говорят жители, после проведения организациями ремонтных работ асфальт уложили плохо, на претензии не реагируют. Глава поручил недобросовестных подрядчиков призвать к ответственности, а дорога, подчеркнул Анатолий Пахомов, будет отремонтирована в ближайшее время. Давайте поручение дадим. Вот посмотрите, там две улицы, там-то это вот поселочки. Три, и все они в таком состоянии. Но до первого июня эти дороги сделаны. Немало жителей в микрорайоне имеют подсобные хозяйства. Излишки продукции многие хотели бы реализовывать. И здесь людям могли бы помочь так называемые социальные ряды. Решение этого вопроса было найдено в ходе встречи. Я поручаю главе района выбрать место в районе Магнита и сделать социальные ряды для продажи фруктов, зелени и так далее. Такие социальные ряды мы делаем, и я думаю, что там он напрашивается. Ряд работ по благоустройству проведены в районе, в том числе с участием местных депутатов от партии «Единая Россия» и общественности. Отремонтирована набережная, сделаны детские игровые зоны. Оборудуют в районе по просьбе жителей и малую спортивную площадку. Мне все очень нравится, да, с ребенком очень удобно. Можно много куда пойти, и на набережную, в парк, и на площадку. Все прекрасно изменилось. Газ сделали, сейчас отопление у нас газовое, все хорошо. Получается с каждым годом. В рамках прямого диалога жителей и представителей городских властей ряд вопросов можно решить, отметил в завершении встречи глава курорта. Но основная работа должна проходить в том числе внутри ТОСов с привлечением жителей и представителей районных администраций. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.